Доброе утро, давайте начнем. Сегодня у нас будет повестка дня чуть изменена. Это отчет руководителей по вопросу готовности предприятий в зимний период времени. Поэтому с кого мы начинаем первым? Термогаз, да? Доброе утро. В области 46 я заменил стояк, поставил батарею, ему дружно, ему прикрывают, остальные системы замезают. Там работает ЖКХ с ними. И включил СК-9, вынес батарею на балкон через минуту опаздывал 16, что пособил, соответственно, весь стояк. Значит, также с ЖКХ согласовано там работать. Татьяна, что ЖКХ согласовано? Ну, за эти два адреса, что говорит господин Татьяна, они в работе. То есть выписано жильцам, в описании, чтобы можно было эти работы. Вы будете запустить, чтобы не было удобства других жильцам. Хорошо. Железная дорога. Присуды сидят и работают в обычном режиме. 20-го числа был приказан пуск окопления. Пуск произведен нормально. Стояков закрытий нету, домов отключенных нету. Приборы работают в нормальном режиме, проблем нет. Зиме готовы. Пока, да. Хорошо, спасибо. Четно. Предприятие готовы работать в зимних условиях. Все основное оборудование работает в нормальном режиме. Те объемы работ, которые были запранированы в рекламе. В основном оборудование по сетям. В местечестве экономики имело место совещание. В осознанной комиссии с указаном 258 и 5 ноября, где было принято решение, это сфиксировано в протоколе, что на случай возможных кризисных ситуаций на рынке газа в республике Молдова, которые могут иметь место, Четноц несет в список защищенных потребителей. Поэтому Молдова газ, в принципе, еще истинного подтверждения не дала, но подтверждение есть, это зафиксировано в протоколе. Надеемся, что кризис он будет, но Четноц от магистральных трубутровок отключено не будет. В случае, если такое будет иметь место. Поэтому с поставщиком газа у нас, в принципе, нормальное отношение. Нет задолженности за текущие потребления. И ведут разговоры по поводу подписания меморандума, переговоры в ДУСА, нужно быть в завершающей стадии по подписанию меморандума и по поводу статистических долгов. В протоколе работают, в принципе, нормальные дешевые. Зима готова, да? Да, зима готова. Спасибо. Град ноль. Град ноль. Град ноль. Град ноль. Град ноль. Град ноль. Это назначено для работы в зимний период. Сто процентов готово. То есть это опять получается только мазом. Два плела. Одно в условии для сбора, как мы и называем, вроде золотие ручки. Все устроено состояние. В том числе, был сделан выезд, двух машин, когда было, говорится, участвовало в нашем городе, все много пельцы, можно было проехать, можно было сделать подсыпку по скосровой смеси. Кроме этого, у нас подготовлены договора с фирмами, которые нам ежегодно помогают. Они готовы выставить свою технику, это относительно 7 картонов, начать на всех, потому что в районе улицы, где будут наши картроны. Кроме этого, один грейдер и один нужденный огняк, который должен быть, который принадлежит для всего этого. И фирмамад уделяет, как и в том году, небольшие двухкубовые погрузчики, которые очень эффективно работали по уборке вывоза снега с нашего города. Ну и дополнительная, естественно, техника для вывоза КамАЗа, потому что неэффективное дело использования, с малым количеством снега вывозит, который находится на балансе досуга. Значит, приготовлена песко-солевая смесь, 10-процентную смесь, приготовленная на 580 тонн. То есть это предварительно, если сравнить с 2018-2019 год, зимний период, нам хватает на 2 месяца, практически на декабре-ливайд. И 300 тонн песка находится на территории. Это сложно для того, чтобы приготовить на всякий случай смесь 20-процентную. В случае, если будет сильный аллород, необходимо будет использовать более усиленные смеси хлебной соли в данной смеси. И, кроме этого, мы заключили договор с фирмой «Монконс», которая нам в случае, я хочу сразу заявить, договор по факту выполненных работ. То есть не так, что у нас просто рыба. А в факту выполненных работ, мы готовы выделить нам свою технику, которая использует жидкое средство для обработки нашего пара. Кроме этого, подготовленные графики, подготовленные сегодня мы отправим в КАИ и ОЧС, графики дежурств, доложим то, что я сейчас говорю в письменной форме, чтобы у них было то, что сделано, что приготовлено. И, в принципе, к земле мы готовы даже читать вещи. Значит, договора заключены, да, с компаниями «Монконс», «Маркшакон», да? «Маркшакон», «Финкомавто» и… У всех, у кого есть техника, которые могут помочь в борге города, со всеми договора заключены? То есть мы их продлили, они в чем-то году были заключены, и мы продлили срок договора, что надо было на 11 дней. Я понял. Скажите мне, пожалуйста, долг на полигон какой заставлять? Долг на полигон на сегодняшний день нет. Погасили? Давно. И я думаю, что мы к этому постараемся больше не затрагивать эту тему. Второй вопрос. Скажите, в каком состоянии мусорной площадки открытого типа? Значит, надо признать честно, как есть, что все 68 площадок, которые есть, они в плачевном состоянии. Ввиду того, что это не вина, допустим, била или, допустим, божьев, это люди вносят и складывают листья, отходы прямо по мусорной площадке. Я считаю это правильно, потому что для этого и существуют эти площадки. И до 10 декабря я уверен, что все это будет устранено, и больше к этому вопросу тоже мы не должны воглашаться, потому что это наше лицо. Мы должны сделать... Друзья, что с площадкой Строцкого, 36? Строцкого, 36. Это вышелыкин, да? Нет. Строцкого, 36. А, Строцкого, 36. Значит, я понял. Нет смысла восстанавливать эту стенку на место, потому что надо ставить металлическое, закрытого типа, поэтому я понял, что это действительно произошел инцидент. Не при мне, но не имеет значения. Я сегодня директор, я отвечаю. Значит, там действительно при погрузке трактор зацепил эту стену, она развалилась, то же самое, как, если взять улицу Стрейская, там, в таком расстоянии, мы сейчас ее будем демонтировать. Сегодня мы заканчиваем, завтра поставим асфальт на карабан, там, где мы обещали, что мы поставим, она готовая металлическая площадка, тут остальное на асфальт и завтра. Сегодня закончим полную дорогу, чтобы уже закончить этот участок, и завтра поставим асфальт на площадку, перейдем на эту улицу. Когда будете, вот вы сейчас изготавливаете новый, уже закрытого типа, используете не как вы использовали на Ливаневского материал, он идет ребром, а мы говорили о том, что потом экологи нам ждут образец картинок, о том, что мы хотим видеть, там Бельце чистый город, Бельце без этого, чтобы наклеить, на гладкую поверхность будет клеить проще вам, ну и на ракалом, понимаете, чем на ребристую. И гладкая поверхность, она дешевле. Вы поняли, о чем я говорю? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я говорил о том, что у вас работает техника предыдущих изъевов, значит, или предыдущих фирм, которые платят, до сих пор вы платите безнасловные суммы за аренду этой техники. Почему вы не хотите увеличить рабочий день с 7 утра, например, до 20.00, а у вас, я обратил внимание, 17 часов или в 16.45 ваши рабочие бачком выходят уже из предприятия. В 17.00 заходит техника. Почему не увеличить? Я понимаю, что вы предоставите камеры. Я вам предоставлю камеры и видеотелефон, понимаете? Да, пожалуйста. Или камеру, как Зиньковский пришел к вам на предприятие, и у вас при нем выходят рабочие. Но это не те, кто выбирает мусор. Я говорю еще раз, почему не увеличите линию? Почему вы арендуете до сих пор эту технику? Объясните, вот это у меня причин. Причина в одном. Мы все предупредили с первого числа, я должен встроить договор. С 1 декабря. Есть промежуток времени, который я обязан их сообщить. С 1 декабря. Да. Скажите, что с румынской техникой? Значит, Вольву, Мерседес на 90% готового мы сами примонтировали. Нам на 40%, потому что коробка правильного пишения. Коробка действительно только на таких машинах может быть. И об этом Вячеслав Иванович присутствовал при беседе, когда мы говорили. С людьми, которые занимаются в Индонии, именно коробками в Вольву-Седесовской маме. И это потребуется на румынской. Кроме этого, на тех же условиях, как мы закрутили контракт с румынами, мы с 1 декабря, дай бог, контракт подпишется на днях, значит, Мерседес с Канью, нового образца, новая машина, которую нам нашли общий компромисс с свободной зоной, которая готова помогать и проводить нам в городе. Скажите, вы связывались, я вам давал контакты посольства Беларуси насчет запчастей. Срочно 10 номинований срочных, которые в Италии необходимо было отправлено на электронный адрес. Они вчера были вечером в Беларуси, сегодня они будут, вот, завтра они будут у себя на заводе и постараться привезти все запчасти. Значит, если будет какая-то еще раз проблема с поставкой запчастей на белорусских машин, сразу прошу обратите ко мне, мы позвоним послу Беларуси и будет мгновенная реакция. Мы договорились с ними о сотрудничестве на контракт, но в длительное время, то есть мы это сделали. Дальше, по обращению в прокуратуру в Чиня по поводу хищения и растрата денежных средств, вы предприняли меры? Николай Викторович, все подготовлено, но у меня были все семейные обстоятельства, я практически не смог это выполнить сегодня. Материал все настроен. Ну вы же не один, у вас есть заместитель, у вас есть там целый штат работников. Просто не оставляйте то, что надо реагировать сразу, понимаете? И вы на себе это чувствовали лучше других. Ну не только я несколько лет, когда... Поэтому я говорю, подготовили и отправили. С доказательной базой. Понятно? Хорошо, спасибо. Пока нам. Подготовка к зиме продолжается. На 98% мы готовы. Прикорные арматуры вентиля отремонтированы. Пять скважин промыто. Все резервуары чистой воды вымыты, подготовлены в зиме. Уголь, щепень продолжаем заводить. На 90% да? 98%. 98%. Я думал на 100%. На 98% тоже не было. Если будут средства, мы были готовы на 100%. Хорошо, спасибо. ЖКХ. Предприятие работает в штатном режиме. Все подразделения в своих направлениях работают. На сегодняшний момент предприятие готово к зиме на 96%. 96% мы сгребли листья. Вывезли 448 кубических кубов листвы. 75% мы вывезли. То есть до 1 декабря 25% мы вывезли полностью. К зиме мы готовы. Дома все подключены к отоплению. То есть вот эти два вопроса, которые господина Мунтьяна, мы решаем в рабочем режиме. Горники готовы к зиме? Горники готовы. Сегодня заканчиваем разносить песчано-соляную смесь. Не будет как в прошлом году? Надеемся. Если мы сегодня-завтра им не выдадим зарплату, то, надеюсь, будем бастовать. Что же будете? Будем бастовать. Ну, это слово какое вы нашли. Что-то где это вы прочитали? Нет, я шучу, конечно, но дело в том, что действительно на сегодняшний день у нас финансово... Я думал, только Новикова знает такие слова. Сейчас вижу, и Жеки Бора заразился. Действительно, немножко у нас финансово... Зайдете к Шмольскому, там подписали вчера деньги. Мы хотели с утра, но он был занят, у нас не пенел. Зайдете, у него комиссия просидела. Дальше запишите адрес, чтобы вы пока не подставали, чтобы вы не работали. Карасева 51. Второй подъезд, это мы говорим о козырьке, о том, о котором вы лично обещали два года назад. Да, обещал до 1 декабря. До 1 декабря, да. А сегодня у нас уже 27-е. У меня есть еще три дня. Отлично. Я хотел бы вам напомнить, здесь козырьки еще на Йорге, которые вы обещали сделать. Два уже сделали, третий в работе. А третий когда закончили? До 1 декабря, да? В работе. Но вы обещали людям? Мы обещали людям, но весь штат был кинут на крыши, чтобы... Я понимаю, те козырьки, которые вы сделали... Их не в хорошем состоянии. Я понял, она должна их накрыть. Мы накрыли два, из трех мы накрыли два. Хорошо, дальше пишите. Бориса Головуна, 37, квартира 59. Мы сделали. Когда? Они вчера звонили, я был на прямом телефоне. Они вчера звонили Ренату Георгиевичу. Хорошо, я ухожу. И говорили... Даже номер телефона могу вам сказать, но мне говорят, нельзя говорить его в эфире. Ну, я подойду к вам. Пожалуйста. Дальше. Чехова, 27, это высшее лицея Маяковского. Это... Я знаю, кто там проводили собрание. Совершенно верно. Там рядом есть свалка мусора. Я так понимаю, что туда снесли листву и... Хорошо, проверим, вывези. Юрий Николаевич, вы бы просмотрели этот адрес, чтобы там не было потом. Чехова, 27, это высшая 12-й школа. Есть, да? Есть. Потом, значит, чтобы я сейчас не занимал время ваше, я передам Зиньковскому 100 объектов. Которые за последнюю неделю пришли люди на прием, и... И есть недостатки там, и совместно уже будете их устранять. Хорошо. А насчет финансов, после совещания, пожалуйста, подойдете. А не нужна ЖКХ нам на площади по размещению аттракционов? Там ничего нет, их вопросов нет? Хорошо, спасибо. Говорин, пожалуйста. Предприятие работа в штатном режиме, земель готова на 100%. Бригады в рефимации... Когда деньги есть, все готово на 100%. Все отлично. Хорошо, спасибо. Биво, пожалуйста. Предприятие работа в штатном режиме, земель готова полностью на 100%. Никаких проблем не прошло. Нет, да? Значит, по Новому году, сейчас 10-го будет совещание. Значит, по установке ваших объектов на площади, пожалуйста, там архитектура, будет управление торговли. Зиньковский и его команда, вы, пожалуйста, что после этого мы туда выезжаем. Хорошо, спасибо. Действительно. Конечно, работают в штатном режиме, все просто, контрольные. Людей меньше, но... Людей меньше, да? Да. Ну, ждем. Сейчас школа бокса, и в школу. Да, к вам едут 60 человек с Казахстана, Казахстана, приезжаем, да. Хороший турнир будет. Дальше в командировке будет. Хорошо, спасибо. Значит, завершается работа по такому ремонту улицы «Лесечка». Бутаемся к сдаче. На завтра планируется комиссия по обмечению работ на 11 часов. По спортплощадкам сегодня планируется укладка асфальтно-бетонной смеси на улице Каля-Ешелур. Там же установлено 50% забора. По площадке на улице Крылова забор установлен. Ну, не установлен, приступает к установке забора. Далее. Вчера по уличному освещению не включилась наша подстанция на ТП-6. Выехали обслуживающие организации «Нет-Систем». Не приходило напряжения на нашу подстанцию. Вызвали бригаду Роднард, приехали. Поменяли предохранитель там, появилось напряжение, освещение включилось уличное. Это часть улицы Дичебал-Коннево, Нирбурская, Юго-Толсток. Часть улицы микрорайона Дача. В ЛТП-28 есть много жалоб. Это часть улицы Каля-Ешелур, Павел Гоцу. Там проблема на дистанции. По фазе А выбивало освещение. Вчера часть работы выполнена, обнаружено два пробитых кабеля, заменены. И отключено один фидер, 9 светильников. Это 4 светильника по улице Чехова, на участке от улицы Тудор-Вадимиреску до Каля-Ешелур. И 5 светильников по Тудор-Вадимиреску, это на участке от Чехова до Павел-Боцова. Сегодня работы продолжаются. Всего, то есть не работает 9 светильников, сегодня работа продолжается. Надеемся, найдем причину, устраним и освещение будет работать. Какие-то проблемы уже сколько дней? Большая подстанция занимается, отключает частями Николая Николаевича. Я хочу обратить ваше внимание, что сети уличного освещения на данном участке состоят из головы алюминиевого, неизолированного алюминиевого проводника. Он уже давно используется. Надо менять сети по возможности. Где какие-то обрывы, восстанавливаем, меняем. Но очень много, 280 километров сетей из головы алюминиевого проводника. Деревья, что вы сами понимаете, ветер, дождь замыкает, перехлёсты бывают. Так что мы такие делаем, к сожалению. Какие меры мы должны принять? Надо менять сети. Давайте постепенно будем менять. А для этого есть проектосветная документация? Да, мне надо проектная документация, только светлая на это капитальные расходы. Ну так надо менять, что мы будем. Сколько лет? Много. Сколько освещения существует, столько лет. Там пытались что-то ремонтировать по мере возможностей. Но тоже где-то, где нельзя отремонтировать, вешаем кабель СИП. В пределах обслуживания. Это в пределах обслуживания. Настолько, насколько возможно. Но надеемся, эта проблема устранится. Хорошо, совсем. Троллейбус на управлении. Предприятие работает в обычном режиме, согласно заказу услуг. На линии вышло 30 троллейбусов, плюс 3 пиковых. Что касается подозрева к зимнему периоду, все работы выполнены на 100%. Все. Зима готова, да? Да. Скажите, разрешается курить троллейбус? Нет. Почему ваши водители курят троллейбус? Разберемся. Строго наказываем. Значит, опишите себе, пожалуйста. Субботу, 23.20, 17.12. Вот тут есть видео. 160, бортовой номер. Проведите разъяснение, пожалуйста, с водительским составом. Не только с ним. Потому что людям неприятно ехать в троллейбусе. И когда в нем курят, и они этим лишь спасают. Ротер присутствует? Да. Что у нас? Служба ваша. Значит, все. Когда вы сделали обследование всего подвижного состава города? Две недели назад. Кто обследовал? Служба. Работнического. Кто был старше? Она не была комиссионной. Мы сами. Сами провели чисто для себя. Так вы говорите, что вы провели для себя. Ну да. Потому что мы ждем осмотр, когда он будет. И до сих пор я ему не дождался. А я ему не назначаю. Мирон там должен был сделать комиссию, чтобы есть подвижной состав, поехал сюда на территорию управления, троллейбусное управление и все обследовал. В каком состоянии резина, в каком состоянии машины, в каком состоянии вообще техника. То, что они для себя проведали, я понимаю, что они там для себя проверили. Для себя проверяйте, знаете, что вы были для себя спокойны. А я иду проверять, я вижу всем другое, что вы видите. Мы проверяли отопительность. Солнечное уплотнение внутреннего проема. Вот это мы проверяли. Чистоту, естественно, эстетическое состояние. И что? Ну, как особых, были, конечно, навекания, но не установлены. Была проведена в 11-й дом. Нужно было правильно сформулировать ваш доклад. Была проверена экипировка. И была проверена утепление дверей и системы вентиляции, и отопительных приборов. Вы так не сказали. Вы сказали так, но не так. Хорошо, спасибо. А подготовьте к технику Космон. Управление образования. В зимовом периоде все управление сготовлено на 100%. Теплоподача от Чета, термогаза, также, где наши котельные подключены, во всех детских садах и школах отопление 100%. Кроме этого, все наши детские сады, лицеи, гимназии мы обеспечили песком для начала зимового периода. Также и инструментов, в случае, если будет наведить для чистки на территориях наших заведений. Четвертый детский сад. Какое состояние? Четвертый детский сад сегодня ждем подрядчика. Вчера позвонила заведующая. Там идут пусто-наладочные работы, Николай Николаевич. И где-то есть еще воздух в системе. Я не мог попасть, поскольку в двале первого этажа... Вы сейчас докладываете, что вы готовы на 100%. Четвертый детский сад, значит, еще идут... Там по 17 градусов. Вчера мы доложили температурный режим 18 градусов группа. Некоторые, где теплые полы, 20-21. Мы уже рады. Хорошо. Спасибо. Калуги. У нас имеется обращение к муниципальным предприятиям, связанным с вывозом снега. А именно, чтобы вывоз и его последующие складирования производились в заранее установленных местах. То, что есть в распоряжении предприниматель. Полиция. Павел Ковальчик, я додюбер, раз в муниципальном факторе, поскольку мы, во всех здравеях начинаем, мы и пож concinctions с динамики, мы вместе не сделали эксперимент, но в певцы, мы не сделали эксперимент, чем-то. Что-то здесь нет. На том, что мы не заняли, потому что, во время记ягорода контроля контроля, контролем управления, контролемaka диспозицией примателы и диспозицией контроля команды, а полиции. На том, что мы не заряжаемся, В то время, которые будут участвовать в центре строительства, которые будут участвовать в рамках, до тренировок в период этого года. И в третьем моменте, я вам покажу, когда наше изменение в трассе, есть однаumentная очевидность в трассе, которые, во время которых не было понятно, кто будет участвовать в период этого года. Допустим, как я уже говорил, Центура целиги Росея Национальная М5 от Били-Медичного до Пасажа Феровиар. Эта центура не является очевидным, что это не будет. В таком случае, тронзом из Страды Колесов до Сенса Гературного, в директора Кодень, и в Акцессу Мунищету Болт, в Сенса Гературном, дело от Росея Национальной Аршаси до Национальной Аршаси до Национальной Аршаси. Я хочу сказать, что я. Я хочу сказать, что бетонка от Хаба и до Медиков в прошлом году обслуживалась уже нашим муниципальным предприятиям Дерсову. В этом году она тоже включена в те маршруты, которые у них сформированы, имеются. Пишиневское направление тоже включено в наши маршруты муниципального предприятия. Единственный вопрос, который оставался за Грумуль в прошлом году, но он еще не нашел своего отображения по этому году, это участок Гладянского направления. С господином Теодоревским я встречался вчера, но у нас разговор прервался, будем его продолжать. Сегодня, после обеда, намечена встреча и этот вопрос тоже будем пытаться это решить таким образом. Игорь Михайлович, если вы позволите, сервисы были уже анонсаны, мы видим, на улице, на улице, на улице, на улице, «Долом Александр, данный умер, не работает, но прямая в комментариях и на улице. А тут надо путем, не трогая в порядке. И в порядке, в порядке, а также санкции «Открым» «У кризис» «У кризис» «Подема» «Открым» «У кризис» «Открым» «У кризис» «Открым» Вчера, в 3 часа уже горел свет. Ночью. А, ночью? Ночью, да. Мы с АРО говорили в обществе в СССР, он подрелался к городу, да? Ну, в 3 часа ночью. Хорошо, спасибо. СМЧС. Владимир Николаевич, подразделение, управляющая ситуация готова к зимнему периоду, на данный момент сейчас проходит по рейде и инструктаже частного сектора. Планируется на следующей неделе провести лекции в школах, в детсадах по зимнему периоду. Хочется обратить внимание на то, что службы все дарапортовали, но еще должны иметь резервы. В случае непредвиденных морозов, у них должны быть резервные системы для того, чтобы обеспечить кровь. Понятно. Да, у нас увеличение пожаров пошло, так как пошли похолодания. Мы все силы кинули для того, чтобы уменьшить данные мероприятия, не всеми силами. Понял. Спасибо. Елизавета, у кого-нибудь только есть. Нет, да. В детский сад работает в нормальном режиме, там уголь закупили нам весь сезон, даже в зависимости от температуры, он может также остаться. Проблема с эфирным транспортом, к вам пишут, понимаете, там кондукторы же говорят, что они с первого числа уже сегодня будут оставлять и автобусы. Что будут оставлять и там какие-то другие, не знаю. Ну решим мы эти вопросы, что у нас доклады вам решим. Решение найдено, два автобуса определены, сейчас они оформляются соответствующим образом документально, перебоев, перевозки по маршруту Бельцы и Елизавета не будет. Ну что мы в воскресенье делали собрание села и там люди возмущались, потому что разговоры были одни по другим, по другим, по другим. У нас есть и земельному отделу, я не знаю, еще не в курсе кто там. Госпожа Тенковская, это вот вы видите сейчас совещание, с левой стороны будет ее кабинет. Хорошо. Хорошо, если нет вопросов, спасибо, значит идем трудиться. Если не отчеты, положите туда на стол. И те, кто должны выезжать в Венин, отойдет сейчас.